здравствуйте вы на канале цветочная палитра и с вами я галина сегодня речь у нас пойдет как вы уже поняли о питуньях а если быть конкретным то конечно о черенках питуньи которые мы с вами сохраняли с осени и я покажу как они по-разному выглядят и что сейчас нужно с ними будет делать я являюсь автором на дзене и вот буквально на днях я прочитал такую статью которая меня немножко даже сподвигла на то чтобы выпустить этот ролик дело в том что один достаточно знаменитый автор написал о том что многие блогеры советуют выращивать питунью из черенков это все ерунда это все чушь в общем лучше сети и будет вам счастье конечно же лучше сети и будет вам счастье но это только то что касается семенных питуней а сегодня у нас разговор о вегетативных сортах которые семенами к сожалению мы не можем посеять нет в принципе некоторые сорта вегетативных питуньи дают семена и мы можем их посеять но получить исходный сорт мы просто с вами не сможем произойдет расщепление родительских признаков и так те череночки которые я черенковала с осени выглядят очень очень по-разному ну вот давайте посмотрим конечно же было разное время черенкования практически в месяц поэтому и развитие черенков у нас совершенно разница вот эти черенки были начеренкованы в ноябре месяце они очень долго очень долго укоренялись можно сказать что это был самый нехороший результат по укоренению многие сорта вообще даже не дали корешков и мне пришлось их выбросить вот один из сортов который более-менее это даже не самый лучший череночек самый лучший вот здесь собирается зацветать вот видите вот оставлять так вот растение я конечно же не буду и сегодня я покажу вам что я делаю со своими можно сказать маточниками а это и есть маточники потому что многие из них просто мне нужны для того чтобы собрать череночки давайте посмотрим на вот такой большой можно сказать экземплярчик смотрите это ледяное небо кстати вот если кто-то захочет оставлять из серии sky какую-то понравившуюся расцветку я советую очень обратить внимание на ледяное небо ледяное небо это один из немногих сортов которые очень можно сказать имеет замечательное такое вот здоровье и вы знаете с него получается всегда я сохраняю их уже второй год вот ледяное именно конкретно небо и мне очень нравится то как они выглядят во-первых не израстается сильно рассада а во-вторых практически вирусные растения на ледяном небе отсутствуют поэтому мы всегда можем снимать чистый хороший черенок но что мне конкретно в этом случае не нравится но здесь думаю всем все понятно видите растение выросло однобоким поэтому буду ли я его оставлять для кашпо я не знаю скорее всего нет конечно его можно будет там подсадить в какую-то композицию или высадить вообще в открытый грунт но представьте у нас сейчас начало января до и до лета мне еще где-то там 45 месяцев во что он превратится честно сказать не знаю поэтому для себя я решаю вопрос следующим образом мне сейчас нравятся черенки которые я могу снять с этого растения я их буду снимать а уж как дальше вот именно конкретно вот этот экземпляр себя поведет мы посмотрим далее у меня есть череночки очень красивого сорта крызиту не я сейчас секундочку крызиту не я монстрик я проверяла это растение на цветение чтобы она вышла вернее я проверяла на вирусы это растение потому что не всегда у монстрика мне нравится листва бывает как-то немножко то подкручивает то еще что то какие-то пупырышки но уже по 2021 году я могу сказать что это не вирус вот допустим пупырышки такие у монстрика есть они сначала есть а потом проходят я вам сейчас покажу поближе как это выглядит возможно кто-то сталкивался с этим наверное на камеру непонятно будет в общем у листиков такие есть нет наверное не видно ну ладно ладно ничего ничего ладно что ж теперь делать ну в общем вот эти тоже растения я обязательно буду черенковать для того чтобы у вас остался хороший посадочный материал до весны я именно говорю про вегетативные петуни вы должны уделять им достаточно большое время то есть что вам нужно если вам не нужен черенок то вы должны уже на начало на начальной стадии допустим вот она начальная наша стадия начинать формировать свои растения мы берем и формируем вот так не нужен черенок мы его выбрасываем нужен значит сажаем вот таким вот нехитрым способом мы должны обязательно наши петунии формировать все время сейчас петунии тянутся несмотря на то что мои петунии стоят под подсветочкой и вид у них все равно я вам покажу вот на ледяном небе да посмотрите какой вытянутая междоузлия это вытянутая междоузлия и это не очень хорошо и так для того чтобы формировать наше растение мы должны либо прищипывать кончики вот так но у меня уже растение достаточно переросшие поэтому я уже даже не кончики буду прищипывать ой вот видите от всегда советую обрабатывайте инструмент значит чем я обрабатываю я обрабатываю спиртом муравьиным нету в аптеках обычного спирта такого медицинского ну что сделаешь вот так обрабатываю это для череночков я использую ну а ножницы просто для того чтобы формировать свое растение обязательно все обрабатываем это для того чтобы исключить попадание вирусов с одного растения на другое так и смотрим как я формировать буду именно конкретно сейчас я уберу вот эту питунью чтобы она нам не мешала чтобы было хорошо видно что же что же делать вот это сюда поставим отлично видно и смотрите не надо ничего бояться переживать мы просто срезаем все что мы здесь видим лишним так я прям вот эту вот вот такую большую штучку и срежу она мне здесь не нужно вот эта часть пойдет на череночки череночки я беру только с верхней части только с верхней части но вот допустим раз два три 4 5 6 и вот так я уже срежу сейчас покажу вам как 8 не вот но ножницами я этого делать не буду я буду делать это очень острым инструментом потому что когда у нас остается залома на черенках черенки хуже укореняются чем те черенки которые мы срежем очень острым инструментом и так я поступлю буквально с каждым своим растения а вот вы видите когда я его немножко обрезала я поняла что здесь не все так плохо вот это вот я тоже вырежу и у меня останется достаточно приличная такой растеница которая возможно что я буду с ним еще работать но это возможно пока я об этом не думаю многие спрашивают меня что же делать когда растение остается в пол-литровом стакане а у меня вот конкретно это растение осталось пол-литровом стакане и что же дальше если вы хотите чтобы ваше вот это растение развивалась хорошо вам нужно его пересадить но хотя бы в литр полтора литра хотя бы и в таком уже состоянии довести до того момента когда ну возможно вы выйдете в теплицу до с ними я допустим когда выйду в теплицу то все вот эти растения посажу уже в раз в горшке где-то примерно 45 литров если я захочу с ними дальше работать они в марте в начале марта месяца переедут в горки в горшке 45 литров сейчас пока я оставлю все здесь как есть здесь еще земельный ком не весь видите как ну не прям не критическая ситуация поэтому я могу пока это оставить в покое но со временем думаю что уже примерно через ну как сказать наверное через месяц мне придется сделать перевалочку потому что оставлять вот так петунию нельзя я объясню почему у меня есть яркий тому пример но вы видите здесь такие маленькие череночки это шикарная петуния римаджента и вот эти вот петунии они могли дать фору вот этим петуниям почему они были посажены в одно время развивались они одинаково но потом вот эти петунии я пересадила в 0 5 литра а эти оставила ну скажем так на произвол судьбы и вот такой произвол судьбы с ними случился развитие прекращается практически прекращается ведь подкормка вы подкормок сейчас у меня нету и поэтому мне нужно срочным образом пересадить вот эти рим очки уже в другую тару это будет 0 5 литра ну давайте с вами вместе пересадим сейчас одну гримку я не наполняю горшки вот буквально там знаете очень-очень что пошло так нет потому что когда я буду делать углубление чтобы земля у меня не высыпалась из него да и поливать мне так удобнее вот смотрите какая такая корневая у рим очки вообще мой один из самых любимых сортов римаджента это вообще-то сказка это такое благодарное растение петуния вообще благодарное растение а римаджента очень красивый благодарный сорт главное дать ему большой объем и она вас отблагодарит от всей своей души так ну что теперь касаемо череночков и так мы с вами срезали вот такие вот веточки и сейчас очень острым инструментом вот почему я не люблю всякие спирты знаете на основе там муравьиного вот это в муравьины потом он как-то ацетиловый или как-то еще называется все они очень сильно окисляют железо вот видите новое лезвие все уже она окисленно и так происходит все время и так какой я череночек буду снимать он будет совершенно небольшим вот таким опачки на искать чуть дотронулась и уже все ничего не осталось видите какая прелесть какая красота теперь мы уберем с него лишние листики они нам тут не нужны совершенно и я чуть-чуть вот так вот обрежу можно даже не обрезать все теперь самое главное мы должны хорошо увлажнить наш наш грунт куда мы будем сажать он должен быть воздуха влага проницаем а о том как какой грунт нужен для черенков и как их сажать у меня есть видео на канале проходите по ссылочке и если вам интересно посмотрите мы просто втыкаем создаем тепличные условия я череночки всегда обжимаю ну как бы прижимаю до к земле чтобы был более близкий контакт кто-то так не делает пробуйте все должно как бы приходить с опытом и в сравнении мне так нравится больше сейчас я эту полностью ложечку посажу одним допустим сортом поставлю обязательно бирочки чтобы потом не забыть что у меня , несмотря на то что они зацветут все равно лучше ставить бирочки потому что вот допустим у меня есть нецветущая петуния и я не знаю что это за сорт по листве конечно можно тоже знаете как некоторые сорта сильно отличаются допустим римку я узнаю из многих я из многих узнаю red тайдал тайдал silver red велюр очень из многих узнаю они другие они отличаются но есть вот обычные совершенно петунии которые допустим очень очень друг на дружку похожи и уже без бирки я бы не знала что это такое вот вы видите какие переростки конечно этого допускать нельзя все это нужно обрезать обязательно и конечно же работать с нашими петуниями следующее видео у нас выйдет буквально на днях и будет оно посвящено знаете чему выращиванию злаков не пропустите и большой большой мой совет не сейте до тех пор пока не посмотрите это видео всего доброго до новых встреч